Одна из самых красивых и старинных стран Европы это Чехия. Она имеет богатую и интересную историю, а также необычную архитектуру, что и привлекается до миллионов туристов. С каждым годом Чехия становится все более популярной. В 2012 году ее посетило около 7 миллионов человек, а в 2018 уже более 20 миллионов туристов. Особенно гости страны любят ее столицу Прагу. Но в этом видео мы подготовили 25 фактов о Чехии, которые непременно должны вас удивить. Еще до 1991 года Чехия входила в состав Чехословакии. Мирным путем этот союз распался на две страны Чехию и Словакию. Сейчас Чехи просят называть их жителями Центральной Европы, а не Восточной. Республика находится на седьмом месте по безопасности жизни, согласно индексу глобального мира. Официальным языком этой страны является, конечно же, чешский. На нем говорит чуть больше 10 миллионов человек, причем почти все они проживают только в Чехии. Средняя продолжительность жизни населения – одна из наивысших в Европе. У мужчин она составляет 75 лет, а у женщин почти 81 год. У чехов своеобразное чувство юмора, порой непонятное для иностранцев. Например, у них в сувенирных магазинах можно встретить смешные маски Гитлера или сувениры с нацистской символикой. Они считают, что лучший способ справиться с трагедией – посмеяться над ней. Философ Франц Кавка во всем мире ассоциируется именно с Германией, или хотя бы Австрией, но на самом деле этот писатель родился на территории Чехии. На немецком языке он писал только потому, что тогда он был очень популярен. Богемия в Чехии не просто модное слово, а целый регион. Королевство Богемия в 1918 году стало частью Чехословакии, а затем эти территории стали Чехией. На сегодняшний день страна имеет наиболее успешную и стабильную экономику среди стран бывшего коммунистического лагеря. Прага – единственный крупный город в Европе и столице Чехии, которая не подвергалась интенсивным бомбардировкам. Именно поэтому здесь так много красивых и уникальных зданий, многие из которых датируются средневековью. Кстати, в Праге очень чистая вода и без запаха. Ее можно спокойно пить прямо из-под крана. Пражские астрономические часы были установлены в 1410 году. Это делает их самыми старыми в мире часами. Эти часы – настоящее произведение искусства, чего только стоят жуткие статуи, которые двигаются каждый час. Также в Праге огромную популярность имеют кукольные и марионеточные представления и выставки. Здесь есть пражский музей кукол, который имеет одну из самых больших кукольных коллекций в мире. Чехи обожают животных. И прогуливаясь по улицам страны, можно встретить довольно много пожилых людей, гуляющих с породистыми собаками. Почти на каждом углу есть зоомагазин, а профессия ветеринара является одной из самых высокооплачиваемых. На улицах Чехии крайне редко можно встретить бездомных животных, что свидетельствует о том, что в этой стране животных любят, и отношение к ним такое же, как и к человеку. Отели Праги являются самыми лояльными отелями к туристам с животными. Английский – наиболее популярный иностранный язык в Чехии. В основном на нем разговаривает молодое поколение. Старшее поколение преимущественно владеет немецким языком. В Чешской республике находится самый большой старинный замок в мире. Это Пражский град. Его длина 570 метров, а ширина 128. Это занимает площадь 7 футбольных полей. Первые фруктовые йогурты на свете появились именно в Чехии в 1933 году. Чехи больше всего потребляют пиво на душу населения. Согласно статистике, на одного чеха приходится примерно 150 литров пива в год. Кстати, эта страна славится своим пивом. Пиво варить в Чехии начали с 11 века. В Чехии находится огромное количество замков в мире. На территории страны можно найти около 2000 различных замковых сооружений, в том числе и Пражский град. Первым голливудским блокбастером, снятым в Чехии, был фильм «Миссия невыполнима» с Томом Крузом. Также в Карловых Варах проходили съемки фильма «Казино Рояль» с Джеймсом Бондом, а в Праге – «Иллизионист». В Чешской республике располагается 12 объектов, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Чехии есть собственная валюта – чешская крона. Это значит, что в отличие от остальных стран Европы, тут нельзя расплатиться евро. Хотя если постараться, то в принципе можно, но не везде. Йозеф Хорт Майер в 19 веке дал Праге прозвище «Город Сташпили». На тот момент в столице Чехии действительно насчитывалось 103 шпиля. Сейчас Праге удалось многократно подтвердить свое прозвище, ведь в городе насчитывается более 500 шпилей. В Чехии есть место, которое называют Чешским Гранд Каньоном. Кстати, его название звучит как «Велка Америка», что в переводе значит «Большая Америка». Это искусственный горный карьер, который заполнила чистая дождевая вода. Получилось озеро глубокого синего цвета. Это место очень популярно среди туристов. Наиболее популярным видом спорта в Чехии является хоккей. В этой дисциплине Чехия является шестикратными чемпионами мира. На втором месте по популярности находится футбол. Наибольшим достижением сборной Чехии в этом виде спорта является второе место на чемпионате Европы 1996 года. Еще одна особенность Чешской Республики – уникальный выдувной хрусталь и стекло, которое известно во всем мире. В Чехии входит список наименее верующих стран. Только 20% чехов верят Бога, 30% граждан вообще не верят ни во что, а 50% населения отметили, что допускают присутствие каких-то высших или природных сил. Оскар Шиндлер, человек, который спас более тысячи евреев во время Холокоста, родился в Цветао. Сейчас этот регион является частью Чешской Республики. Про подвиг Шиндлера сняли фильм, который получил 7 статуэток Оскара. Чешский невролог Ян Янский стал первым в мире человеком, который классифицировал человеческую кровь на 4 группы. Это стало огромным прорывом в донорстве крови и спасению людей. Вот она какая Чехия. Европейская страна с удивительной историей, очень красивой архитектурой и насыщенной природой. Она является популярным туристическим направлением благодаря тому, что так не похожа на другие страны. Если было интересно и познавательно, то поставить лайк желательно, а также подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан. Много вкусного контента. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...